Сильной стороной Казанского федерального испокон веков считались естественные науки, поэтому сегодня от КФУ ждут прорывы в физике, биологии, химии. Словом, во всем, кроме гуманитарных наук. Поэтому последний успех университета в предметном рейтинге КУЭС по лингвистике многих озадачил. Но только не самих лингвистов. Ведь Казанская лингвистическая школа имеет не менее богатые традиции. И сегодня к ним наконец-то вернулись. По данным, которые мы получили, в последние два года наш университет является бесспорным лидером в области и публикаций по лингвистике языка, и в области цитирования по этим направлениям. Ну, а также там есть такой очень любопытный показатель – количество просмотров этих публикаций. Ну, по этому направлению мы не просто бессменные лидеры последних двух лет, но в четыре раза опережаем приезжающих наших исследователей. То есть нашими статьями интересуются, их смотрят. Если копнуть глубже, то итоговая оценка вуза на 80% состоит из академической репутации, на 10 – из репутации у работодателей и по 5% из индекса цитирования и индекса Хирша. Огромная заслуга лингвистов заключается в том, что за последние 2-3 года удалось добиться серьезного подъема по всем четырем критериям. Причем на узнаваемость вуза в буквальном смысле работают на всех рантах. «Наверное, одним из самых таких знаменательных событий в этом отношении было вступление нашего университета в Европейскую ассоциацию языковых тестеров – АЛТЭ. Это состоялось в декабре 2015 года, но этому предшествовала большая работа. И в этой ассоциации состоит 74 ведущих университета, института, консорциума. И вот с недавних пор наш университет тоже не просто входит в эту ассоциацию, но принимает активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках этой ассоциации». Немалый вклад в узнаваемость КФУ вносят и такие проекты Института филологии и межкультурной коммуникации, как журнал «Татарика» или онлайн-школа обучения татарскому языку «Анаталия». Только школа «Анаталия» с момента запуска познакомилась с татарским языком и культурой, а вместе с ними и с Казанским федеральным представителей более чем 35 стран мира. Особую гордость в институте вызывает «Татарика». Самое главное то, что сегодня за пределами Татарстана и даже нашей страны журнал стал узнаваем. В этом году недавно на базе нашего института прошел очередной форум, посвященный проблемам сохранения развития языков и культур, где участники форума, наши зарубежные коллеги, когда мы начали говорить о журнале «Татарики», они сказали, что да, мы знаем этот журнал, он уже у нас пользуется спросом и пользуется неким авторитетом. Мне кажется, это самая высокая оценка. Весомый вклад в продвижение в рейтинге вносят и исследования ученых института на стыке наук. Квантитативная лингвистика, клиническая лингвистика, нейролингвистика – все это настоящие научные находки последних двух лет. Лингвисты КФУ только начинают их разрабатывать, а обратная связь уже зашкаливает и со стороны научного сообщества, и практиков. В планах у ученых института освоить еще целый ряд новых перспективных направлений, которые, кстати, вполне могут ускорить попадание в топ-100 вузов мира. Александр Александров, Ленардо Влитяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова